Итак, Анна, я председал ваше письмо, которое вы написали. Могу сказать, что написали вы его достаточно подробно, для того, чтобы можно было иметь, ну, хотя бы примерное представление о том, что человек вообще, говоря, хочет. И если вкратце, то ваша мама очень здорово напоминает эстероидного человека. Это такой тип личности, когда человек испытывает болезненные потребности во внимании окружающих людей. Вы, наверное, может быть, когда-нибудь слышали такое психическое заболевание, как эстерия. Но эстерия это ярко выраженное, то есть слишком совсем отклонение, аномальное поведение. А эстероид этот человек, который приближен больше к нормальному поведению, ну и вообще говоря, считается нормой. То есть эстероидность, эстероидность как характеристика личности считается нормальной. Нельзя сказать, что этот человек вот болен психически и так далее. Да, у него есть определенные проблемы, но это тип личности. И нет ничего удивительного в том, что все, что ваша мама делает, все, что ваша мама хочет, завязано исключительно на том, что подумают они люди и как она будет выглядеть перед ними. Вообще говоря, очень, знаете, сложно человеку жить такому. Не быть, а казаться. То, что она потеряла своих родителей достаточно рано и, по сути, осталась одна, была вынуждена сама все делать и была сиротой, в общем-то. И сформировала у нее такую точку зрения, что вокруг все только и оценивают человека по тому, как они его видят. То есть ваша мама считала себя, ну, скажем так, аутсайдером. Или на одной причине, что сирота. Сирота защитить некому, положиться не на кого, ну и так далее. Кроме того, тот факт, что у нее было мало друзей, говорит о том, что, в общем-то, она не очень хорошо владела с людьми. То есть не очень была искренне с ними и так далее. И причина этого, конечно, тоже кроме того, что она уже тогда, наверное, была себе на уме и думала только о себе и о том, как бы вот, ну, как бы получить то, чего бы она хотела. И в этом нет ничего дурного. Потому что, действительно, ваша мама, человек несчастный, недополучивший любви очень сильно, родительской любви. Тем более, что за мамушкой она была вынуждена ухаживать. А это тоже достаточно насильно бьет по, ну, по восприятию себя. Потому что ребенок, ребенок – это тот, кто думает о себе. Ребенок – это эгоизм. И для ребенка это нормально. А тут, когда у человека неестественное проявление эгоизма, едва ли не единственная в жизни, ну, он вынужден думать не о себе, а, например, о своей маме. Это достаточно серьезно искажает восприятие окружающего мира, восприятие людей и так далее. Дальше можно сказать так, что мечта вашей мамы быть учителем, то есть, по сути дела, обучать детей была продиктована, ну, тут можно, конечно, только предполагать. Ну, думаю, что ваша мама хотела быть учителем для того, чтобы давать детям то, чего ей не дали ваши родители, вот ее родители. Но это именно была мечта, мечта некой такой стабильности, некой такой вот определенности, которой у нее не получилось, потому что, опять-таки, она не была уверена в себе. И это снова довольно-таки понятно, потому что неуверенность в себе человека здесь имеет корни в том, что некому было ей сказать, что она достойна, некому было ее поддержать, некому было ее, там, убедить в том, что она вот сможет, что она достойна, что она, ну, она имеет право на свою мечту. И в результате так получается, что ее родители не научили ее любить, не научили ее заботиться, не научили ее уважать себя, не научили ее, как бы, придерживаться в своем поведении определенной системой ценностей. А больше этому не было, больше никто в жизни вашей мамы не мог ее научить этому. И сама она, будучи в мире людей, в обществе, прекрасно понимал, что все смотрят на внешний вид, что всем все равно, что у человека внутри. Вот я уверен, что никто не интересовался у вашей мамы, что она чувствует, что она думает, о чем она переживает, какие у нее страхи, что и как. И из-за этого человек с детства отучился, вообще говоря, доверять своим чувствам. А зачем? Все равно они никому не нужны. И когда она встретила первого своего мужа, кстати говоря, вот еще один момент у вас тут написано, что она после школы поступила в медучилище, была круглой отличницей в школе, но не пошла в институт. Потому что нужно было помогать бабочке, то есть даже здесь ее как бы лишили возможности жить своей жизнью, а она же должна была сделать для кого-то что-то, поэтому уверена, что она не получала должным образом заботы и тепла со стороны бабочки. Ну, то есть это очевидно, и я считал, что это просто для нее обязанность, которая просто сломала ей жизнь. И это, наверное, ее облобило. Облобило все-таки. Тем более, что после училища она вернулась в глухую деревню, что было для нее шагом назад. То есть вот она в училище, вот она вроде бы как в обществе, идут страхи, и она опять в деревне, естественно, ей очень тяжело. Но в деревне она встречает мужчину, первого мужа, который красивый, богатый и очень бритвенный. И он ее предает. Придем предает так, что она остается совершенно одна. Остается одна совершенно, значит, с ребенком, и естественно, что вынуждена, значит, так же все делать сама по дому. И естественно, что ей никто не помогал, и представьте себе, что человек, и так-то, в общем-то, не особо привык заботиться о себе, например, о близких, потому что они не заботились. Тут еще и ребенок появился от мужчины, который тоже предал. И понятно, что вера в людей, в нее с каждым неудавшимся браком, так же уменьшалась. Может быть, оба брака, которые у нее были до, собственно, связи с вашим отцом, они развалились по определенным причинам. По одним причинам. И думаю, основная проблема была в том, что мама, ваша мама, она думала только о себе. И она стремилась, наверное, тотально контролировать мужчин. Ну вот почему-то такое сложилось впечатление. Дело в том, что женщина, старота, на которой никто не помогал, которая вынуждена выполнять мужскую работу, и которая не могла в своей жизни положиться ни на одного мужчину в жизни, потому что все три мужа у нее, по сути, были предателями. То есть, как бы, вот, третий муж, он был женат, и она надеялась, что, значит, она надеялась, что его жена умрет, но, как я понял, она осталась жива, и, в общем-то, мама осталась уже с тремя детьми и опять одна. То есть, отношения с мужчинами у нее выстраивать не получилось никак. Сказать, прошу прощения, вы тут обещали, что, значит, значит, ваш отец даже не был женат на вашей маме, а он был все время женат на другой женщине, она как бы просто надеялась. То есть, вот, он опять ей что-то пообещал и опять бросил. Ну, очевидно, что после трех неудачных браков мама не только улетела, она и в мужчину тоже не верила. И эта ситуация полностью определила ваше детство. Мама считает, что она сделала для вас невозможное. Она одна воспитала вас, не сделала аборт, и тот факт, что она хранила вам жизнь, ну, по сути, является единственным актом доброй воды, которое она сделала для вас. Потому что она будет сделала для нерчан. И ее жестокое обращение, ее поведение, когда она на людях к вам одна, а наедине другая, полностью, значит, органично вписывается в ее картину мира. Она никому не нужна, ее никто не любит, никто ее не понимает, никто не ценит, никто ей не дорожит. Но при этом, когда она ведет себя так, как людям нравится, так, как люди хотят, то у нее создается некоторая иллюзия того, что она вот как-то востребована, что не обещают, что там ласково не есть, никогда, и это и есть то самое болезненное переживание, то самое болезненное ощущение, когда мама чувствует, что вот она в обществе, и она хочет, чтобы люди думали о ней определенным образом. Но при этом, внутренняя зацикленность на себе, может быть, на эгоистичность, может быть, на полное отсутствие сочувствия сироты, не простые сироты, а вот как мама еще и, по сути, будучи преданной несколько раз, она определенно ожесточилась, и у нее не было никакой возможности и ресурсов для того, чтобы как-то подарить вам частичку любви. Потому что мужчина в ребяти, если, то женщина очень часто детей своих считает, как бы, ну, виновцами в том, что вот они ее жизнь очень сильно уплотнили. И дети напоминают родителям о том, кто их предал. То есть, каждое из детей, это напоминание о мужчине, который ее бросил, который ее обмазал, который ее предал. И, ладно бы, если бы родители научили нашу маму, как бы, любить, уважать, там, свинить, свинить, что-то и все, но родители этому ее не научили. И в результате, ваша мама, имея проблемы с уважением к себе, с любовью к себе, а знаете ли, не от большого уважения к себе человек согласился на отношения с женатым мужчиной. Это скорее как крик от чайна такой. Так вот, при отсутствии к себе уважения и любви, естественно, человек не мог никакой любви подарить детям. Она в год же видел в них живое напоминание того, что с ней сделано. И, возможно, даже обвинял их в том, что ему, то есть к вашей маме, приходилось делать для них. То есть, вы, как дети, воспринимаете все то, что делала она, ну, как бы, недостаточно хорошо, там, если она вам ничего хорошего не делала, да, постоянно ругала, там, и так далее. Но для нее все выглядит так, что она одна приняла троих детей. И она считает себя героем для себя. Но герои не приняты. Никто, в том числе, люди не оценивают, не ценят, что-то она делает. Из-за этого она ослабливается на окружающих и на вас в том числе. что вы не цените того, что она делает. Она вот такая, короче, она все для вас сколько делала, а вы для нее ничего. И, вместе с тем, полное подчинение ее воле. То есть, она вас, она носит, она для вас все делает, она имеет полный контроль и полный власть от вам. Вы должны делать все, как она велит. И это тоже связано с тем, что у человека никогда не было какого-либо равноправного отношения, и их неверие и недоверие к людям. Собственно говоря, все это я вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что, значит, человеку не хватает, не хватало и не хватает любви к самой себе, любви других людей. Она болезненно воспринимает что-либо, идущее в разрез с ее желаниями, с ее предпочтениями, с ее выбором. Связано это со всем тем, что я описал. Повторять не хочется, потому что, я надеюсь, это понятно и так. Реакция на вас, на то, как вы себя ведете, и на жестокое обращение с вами, это по сути проявление в вашем лице ее мыши. То есть она мужчин презирает своих, а вы, как продолжение мужчин, представляете в ваш собственном лице как бы их альтер-эго. И она в вашем лице, лично вас и ваших братьев, может быть, даже мстит своим мужчинам, которые ее не оценили, которые ее там предали. И такое поведение ее, вот, жестокое, подчиненное и так далее, это скорее всего неосозненное стремление полностью лишить вас воли, причем не только вас, и братьев тоже, лишить воли, для чего? Чтобы вы не могли шагу без них отступить и чтобы всегда к ней прислушивались, чтобы никогда ее не бросили, никогда ее не предали, чтобы она могла знать, что вы всегда будете с ней. и ее злость, ее ненависть, это по сути дела проявление одиночества. Она не умела любить себя, ее не любили, и она соответственно не понимала, что значит она знает, что нужно делать, что надо делать, и без этого никак не просить по ее мнению. И вы соответственно с долей должны делать только то, что нужно по ее мнению. И она себе не позволяла как-то расслабляться, она не позволяла себе там как я понял отдыхать и так далее. И себя считала никем, абсолютно никем. И вам хотелось то же самое привить, чтобы вы не дай бог не считали себя лучше чем она. Потому что ну если вы будете считать лучше чем она, живя, да, то при таком отношении ее к вам, при отсутствии любви, при отсутствии стремления к счастью ребенка и так далее, ну это означает только одно, она неудачна в самом лучшее, она этого очень сильно боялась, что кто-то из ее детей станет лучше, чем она. и это тоже служило причиной, по которой она так плохо к вам относилась, не понимая при этом, что ведь пошлить, она сама могла пойти по плохой дорожке. то есть когда она стала стиротой, она могла тоже связаться с преступниками, да, она ничего этого не сделала, но с этого она в общем-то закончила училище, то есть имеет какое-то образование, то есть она выжила, но она почему-то думала, что вы не сможете выжить, так, отраваться почти, но у нее не получилось. И единственной важной ценностью для нее это было то, что думают другие люди, да, там это ничего другого у нее не было, никаких интимных отношений, никаких друзей, никаких близкого круга, никаких налаженных личных связей, ничего, только она и другие люди, у которых есть мнение, то есть она противопоставляла себя всему миру, и в том числе она противопоставляла и себя и вам тоже, и пыталась привить вас в то же самое мышление, что и сам пропагандировал, а из-за этого, ну, естественно, понятно, что полное подчинение, полный контроль и так далее. Чтобы хвалить вот вы здесь пишите, что вы хотите родили бы самона вас покровилась, она обняла, поцеловала и так далее. Понимаете, чтобы это все сделать, человеку нужно одно такое качество. Ему нужно быть наполненным и нужно сделать что-то не для себя. А ваша мама считает, что там факт того, что вы живы, что вы есть, означает, что она сделана для вас больше, чем вообще ее силы, ее восхустисти больше, она должна. Поэтому ни о какой любви, ни о какой похвале речи не идет. И вам стоит подумать, а что, собственно говоря, похвала вашей мамы сейчас вам даст? Ну вот, вы ждете ее похвала, что это даст вам? Вы когда сможете вы изменить точнее свое мнение как раз как вам поступить иначе, или может быть вы наоборот, если она вас похвали, будете думать, что вы поступаете правильно. Лешительность это все лиды, потому что сейчас только вы сами определяете, что для вас ценно, что для вас важно, и ценности ваши, они не такие, как у вашей мамы, а это значит вы совершенно родные люди, а это значит она вас никогда не похвалит, просто потому что человек в принципе не может никого хвалить, она себя считает никчемной, одинокой женщиной, и из-за этого такой человек похвалить не может никого, как бы хорошо, как бы прекрасно, как бы идеально на себя не велить, ну не может она вас хвалить, это в принципе очень показательный и ключевой момент, если она даже финансово вас поддерживала только потому, что это делают другие, и она не хотела быть хуже, то это связано лишь только с одним, что сирота по ее мнению это изгой, сирота по ее мнению это абсолютно беззащитный, абсолютно бесправный человек, который является как бы ну не до человека, и не достает вообще ничего, в общем мама вот изо всех сил пытается соответствовать нашим чему, соответствовать идеалу нормальных людей по ее мнению а вопрос заключается вот в чем она не воспринимает когда ее хвалят то есть вот когда вы будучи ее самым близким человеком говорите с ней спокойно она этого не воспринимает ей кажется что вы не сумерите ей кажется что вы ее обманываете ей кажется что вы чего-то хотите только когда вы повышаете голос она говорит ага она повышает значит искренне но проблема в том что повышение голоса никогда не бывает асподитивным то есть нельзя повышать голос хвалить соответственно повышая голос вы всегда это делаете негативно и ваша мама начинает себя жили она говорит какая бедная какая несчастная и так дадат почему она себя жили потому что ей не хватило жалю что в детстве ее некому было посолеть ее некому точнее было посолеть и она жалеет себя не понимая при этом что во-первых это деструктивное чувство а во-вторых своей жалует она ничего не добьется и все это она делает сейчас причинено лишь только одному сохранить свою значимость сохранить рычаги управления вами например чтобы вы делали все равно то что хочет она и чтобы люди думали что она идеальная мать а если она не идеальная мать она плохая бедная несчастная неоцененная людьми потому что не дай бог кто-то как верно она виновата для нее это будет подтвердение своих личных страхов для нее это будет как бы сказать для нее это будет реальным очертанием того что она всегда про себя думала что она не темная что она недостойная и так далее и поэтому значит вы к ней тянетесь почему потому что она для вас первый родной человек она для вас первый близкий человек она для вас та кто по идее должен принимать вас такой какая вы есть кто по идее должен принимать вас безусловно кто по идее должен вас любить и ценить но она этого не делает и вы не понимаете почему и тянетесь к ней потому что действительно вам нужно одобрение самого близкого человека и тянетесь к ней потому что вы думаете что вы действительно в чем-то неправы вы думаете что вы действительно что-то где-то как-то делали не так и вы настолько привыкли с детства считать что вы недостаточно хороши в ней что до сих пор думают-думают, вот на самом деле момент, когда она меня все-таки похвалит, когда она меня все-таки оценит. То есть, что вам скажут, что это такой вот воспитательный план у нашей мамы, такой вот воспитательный подход, что она вот специально так делает, чтобы вы были самые лучшие. Но в действительности, в действительности, то, чего вы добились, а именно там отличником, да, вы были, научной работой писали и так далее, все это из-за того, чтобы соответствовать, быть достойной мамой. А мама ваша, видя чего вы достигает, чего вас добивает, еще сильнее вас расстремилась унижать, потому что она боялась и боится до сих пор, что вы будете лучше нее. И в этом кроется определенное противоречие, потому что ваша мама в итоге не получила того, чего она хотела, не получилось полностью починить вас. А в итоге ее собственное отношение обернулось против нее самой. То есть, вы пишите, что ее сын живет с ней, и он ее использует, она его обеспечивает полностью. Это означает, что вроде бы, с одной стороны, она своей цели добилась. Ну, то есть, какой-то ребенок с ней опасался. Но с другой стороны, то ли это, что она хотела, и да и нет. В общем, мама не знает, потому что в действительности, с одной стороны, она хоть и расскажет, что она несчастна. И это сейчас действительно так. Но кто стал причиной данной ситуации, она, естественно, не признает. Потому что она никогда не признает своей правоты. И вот здесь как раз и заключается важный момент. Только тот может признать свою ошибку, кто не считает это слабостью. Ваша мама с детства, будучи сиротовой, не чувствуя, что ее может может кто-то защитить, не признавала свою ошибку, потому что понимала, что если она признает свои ошибки, то люди перестают это на слабость, и еще больше станут ее унижать, и еще меньше станут ее уважать. И она настолько привыкла, что она непогрешима, что она всегда права, что она всегда поступает верно, и она всегда делает все правильно. Что сейчас она уже по-другому не может даже помыслить. Она не умеет относиться к себе критически, и не умеет воспринимать в отношении себя критические вещи. Оборачивая критику в свой адрес, жалобами, то есть оборачивая опять-таки себе же на пользу. Можете только представить, что для человека, в его мышлении, в его картине мира, полностью отсутствует возможность ошибки. Такой человек каждую ситуацию воспринимает, как, ну, похожую. Если человек говорит, что она не права, значит, хочет ее унивить. Если человек ругается в основном несчастного, ее не оценили, и все. А то, что она действительно по-настоящему не так делала, для него невыносимо думать. Потому что это означает, что она действительно никчемная. Ну, она настолько этого боялась, настолько, столько много сил, времени и ресурсов дотратила на то, чтобы не быть ею, а точнее не казаться ею. Для нее сейчас признать это, значит, обесценить весь труд своей жизни, по сути дела. Ну, вы понимаете, что для человека ее возраста, а я как понял, она уже достаточно пожилая, это невозможно. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это не злиться, не испытывать ярость. А во-первых, и не карите, кстати, себя. Дело в том, что ваша злость, она очень понятна. Она понятна, потому что вы ведь действительно привыкли к тому, что ваша мама очень плохо с вами обращается. И вы сейчас уже осознаете, что, ну, боже мой, я высокая женщина, у меня ребенок есть, у меня семья есть, а мама до сих пор обращается на это таким образом. Ну, сколько можно уже? И, естественно, вы извините, но вы думаете, что ваша мама обращается вот так с вами. Вы думаете, что она действительно пытается вам что-то там показать, что-то дальше, чему-то научить, по привычке, с детства. А в действительности, что ваша мама только так и умеет выращать свои эмоции. У нее нет других способов выращения своих эмоций. Она не умеет любить, она не умеет сочетаться, она не умеет запрещивать, она не умеет мыслить критически, она не умеет просить помощи. Ну, по крайней мере, в привычном понимании этого слова. Она умеет только, ну, вот, как вы говорите, она умеет только доводить и работать на публику. Все. Больше она ничего не умеет. У нее нет ресурсов для того, чтобы испытывать истинность, чтобы хвалить, чтобы одобрять. Потому что для этого нужно иметь определенную гармонию с собой. А она одинока. Весь мир – это мир против нее. Как, будучи, как находясь в противопоставлении всему миру, человек может кого-то одобрить, кого-то похвалить. Это значит, чтобы оставить его выше себя. А для вашей мамы это неприемлемо. Потому что она и так чувствует, что она всю жизнь ниже всех. Ведь она заваливается, она пытается оказаться лучше. Лучше она думает о том, чтобы она мазмите именно поэтому. Потому что сомневается в том, что она такая же, как всегда. И ей кажется, что она хуже. Потому что сразу. Потому что бредали ее. Потому что некому было решить. Потому что все ей пользовались, в том числе и мужчины. И как такое ситуация, человек может кого-то хвалить? Никак. К сожалению, никак. И для вас Неправильно будет перестать полностью сняться. И неправильно будет продолжать стянуться. Но она вам ничего кроме негатива не даст. Это очень сложный, очень одинокий, авторитарный, одиозный, без критического мышления человек. Который никогда не даст объективную точку зрения на, например, какую-то конкретную ситуацию. И совета вам тоже не даст. Просто потому что Для этого нужно иметь определенную Ну, паланту и гармонию с собой. Она этого не имеет. Вам нужно в первую очередь сделать то, что она сама с собой делает. А именно. Она жалеет себя. И вам нужно ее пожалеть. Она несчастный человек. Это правда. Она искореженный человек. Это правда. Она брошенный человек. И это точно правда. Она преданный человек. И преданный не в смысле, что она предана кому-то. А преданный в смысле, что ее предан. Преданство. И да. Может быть она виновата в этом. Но она все равно достойна жалости. Потому что она пережила эти предательства. Пережила. И то, что она никому не верит в целом свете, кроме себя. И то, что она боится признать свои ошибки. Это тоже достойная жалость. Вам нужно посмотреть на нее. Вам нужно перечитать все то, что вы написали. Я вот не знаю. Вы говорили, что никогда не обращались к психологу. Это значит, что вряд ли вы когда-то собирали информацию о своей маме. Вот так. В одном месте. Так вот. Перечитайте. Все, что вы написали сами. Перечитайте. Это история неудач. История противопоставления себя всему миру одному человеку. И это очень тяжело. Это действительно невозможно. Его же мама ухитрилась не в парт-зависимости. Ну, кроме общественного мнения, конечно. Ваша мама ухитрилась, там, сохранить свой режим. Обязательно сохранить здоровье. И так далее. И она действительно достойная жалость. Потому что она никому не нужна. Она никому не нужна. Позалите ее. Поставьте себя выше, чем она через этот жалость. И тогда вы перестанете быть ниже нее. Вы перестанете быть вдалеке от нее. Но вы примите ее такой, какая она есть. И будете понимать. Ну, каждый раз. Когда она вас доводит. Она словно говорит. Ну, обрати на меня внимание. Ну, по всему чувству я говорю. Ну, сделай, как я говорю. Мне это очень важно. Я буду чувствовать себя значимым. Я буду понимать, что я права. Значит, я не напрасну любую. Вот, что она говорит. Не нужно обращать на это внимание. Если не можете, если не можете, как бы, ну, закрыть ее рот. Просто игнорируйте. Когда она вам выскорит все. Сейчас она не может уже как-то применять силу. Она вам выскорит все. Успокоится. А вы делаете по-своему. Но тянуться к человеку нужно к тому, кого вы уважаете. Кого вы цените. Кто может вам что-то дать. Кто может вам помочь. Кто может вас направить на путь. И для этого то, что у вас требуется наставник. Требуется кумир. Человек, на которого вы могли бы опереться. Требуется некий такой идеал женщины. Это, мне кажется, совершенно однозначный факт. И для этого вам нужно просто-напросто подумать. А какой бы человек мог вам стать этим наставником, этим кумиром. Важно, чтобы это была женщина. То есть это может быть стать... Ну как. Обычно для любой женщины образец женского поведения это мама. Ну понятно, что ваша мама таким образцом не является. И вам нужно найти свой образец. Другой образец. И здесь этот образец за основу. Равняться на него. Может быть перенять ценности. Может быть перенять поведение. Перенять взгляды, мысли и так далее. Ну и на выборы. У вас, наверное, есть такой вопрос. Не помню, задавали вы его или нет. Еще в первом своем увеличенном вопросе. Вопрос такой. Как мы себя вести вообще с людьми? Что есть женское, что есть чисто женское поведение. Почему, например... Муж надо мной вот смеется, я помню, забрасывает вопрос. Почему будешь меня не уважать и так далее? Почему муж меня не ценит? А потому что вы не ведете себя как женщина. Вы не уверены в себе. Вы не знаете. Вы не умеете вести себя как женщина. Как человек, который любит себя. Почему опять-таки? Потому что вас не любили. Вас не любила ваша мама. Ее не любила ее мама. Ну, то есть, как не любила. Не успела. А ваша мама вас не любила просто. Ее не научили любить. Ее не любили, а она не любила вас. А вы любите своего ребенка. Но вы не знаете, как вести себя правильно. Вы знаете, наверное, точно, что он такой, как ваша мама, вы быть не хотите. Но и как вести себя по-другому вы тоже не умеете. потому что некому было вас научить. Не помню, писали вы или нет про подруг, но, тем не менее, вам нужно сейчас, это вот кроме того, чтобы переосмыслить и принять все, что я наговорил, вам нужно найти образ женского поведения, такой, который бы вас устраивал. То есть, например, если вас спросить, вот знаете, если вас спросить, какое поведение является женским? Вы скажете, ну, не знаю. Если вас спросить, а вот вы ведете себя как женщина? Вы скажете, ну, я, наверное, нет, я не знаю, я сомневаюсь в себе. Если вас спросить, а как бы вы хотели себя видеть? Что для вас женское поведение? Вы скажете, ну, я не знаю тоже, вот как-то не уверен и я. И тогда приходит на помощь тот самый образ, образец, победитель. Вы смотрите гиды фильмы, слушаете музыку, видите людей, ага, смотрите там телевизор и так далее. Подумайте, какой тип женщин вас наиболее, наиболее всего привлекает? Какой тип актрисы вам нравится? Какой тип поведение женщин вызывает у вас восхищение? Какая совокупность прически, одежды, там, имиджа, косметики вызывает у вас чувство восхищения? Ну, даже не восхищение, а просто вот актрисацию. Вот выделите это и примите. Постарайтесь следовать тому, что вы сами для себя выберете. Постарайтесь принять то, что вы выберете. И сделать это частью своего поведения, частью своего имиджа, своего образа. И вначале нужно брать всё. Всё просто вот для, так сказать, простоты нужно брать всё. Но со временем у вас будут появляться такие мысли. Вот этот шанс мне не нравится. Этот элемент поведения меня не устраивает. И так далее. Это будет одна шанс, чтобы вы теперь переросли образ и начинайте от него уже выходить. А это говорит о рождении вашей индивидуальности. И вот тогда, когда вы перенаправите свою потребность в одобрении с мамы на некий идеал женщины и женского поведения, когда вы возьмёте этот идеал и примерите его на себя, когда вы подкорректируете этот идеал так, как нравится вам, тогда и будет ваше второе рождение. Второе рождение как личности. Как личности и женщины. Я думаю так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Постарался максимально подробно раскрыть именно проблему вас и в контексте вашей мамы. Постарался раскрыть проблему вашего взаимодействия с вашей мамой. Постарался раскрыть главный пробел, который у вас имеется в результате таких вот искажённых отношений с вашей мамой. Также подсказал направление того, как вам себя вести, чтобы данный пробел исправить. Но отношения с вашей мамой это всего лишь один аспект. Есть аспект ещё социальный, то есть ваше общение с другими людьми вообще. Есть аспект личный, это ваше общение с мужчинами, в частности с мужем. И тут уже лишь идёт о вашей индивидуальности, о вашей идентификации себя как женщины. И идёт вопрос о, значит, вашей роли как матери. То есть, что вы можете как мать дать своему ребёнку, что вы хотите как мать дать своему ребёнку и так далее. Как вы относитесь к нему, как вы его видите и так далее. Очень важно всё-таки не повторить поведение вашей мамы и всё-таки воспитать его немножко по-другому, да. И, наконец, последним идёт ваша личная граница, то есть в ваших характеристиках как отдельного человека, индивидуальности, личности большой буквы, имеющей только свои переживания, чувства, устремления, желания, принципы и цели. И вот каждый из этих аспектов, если вы видите в них проблему, вам нужно разобрать. Может быть, каждый разобрать по отдельности. Может быть, не разбирать в какой-то, где у вас проблем нет. Ну, по вашему мнению. Например, если у вас с друзьями нет проблем, в социальном общении нет проблем. Ну, соответственно, даже об этом говорить. Если разобрать каждый из проблемных аспектов и воедино соединить их все обновлёнными, то и получится тот самый новый человек, которым вы и являетесь в действительности, но который прячется под слоем неуверенности в себе, под слоем, может быть, комплексов и под слоем неправильных установок и мнения о самой себе. Соответственно, если именно с мамой у вас вопросов больше нет, а если остались, то задавайте, конечно, у нас следующий проблемный аспект для того, чтобы впоследствии соединить. Ну, это, знаете, так, ну, для примера, да, вот, это такой метафорический пример выбрать. Есть руины города, ну, руины нескольких городов больших, и мы с вами отстраиваем каждый город, чтобы потом эти города соединить в единую сеть и образовать, скажем, ну, пусть это будет такая маленькая страна. Вот человек – это маленькая страна. И эта страна, она будет активна как самостоятельный субъект, как независимый субъект, как полноправный партнёр в взаимодействии с другими странами. То есть людьми. И имея свой суверенитет, имея свои границы, и позволит другим людям, другим странам обвинять себя и вмешиваться в свои дела. То есть всё то же самое, что и в геополитике. Только на уровне людей. Вот и всё. Ещё раз, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы появятся, спрашивайте. Пока желаю вам всего доброго. Надеюсь, данный ответ вам понравился. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok